Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажут. Еще одного чиновника наказали за хамство. На Арселор Миттл Тимиртау запустили новую систему пылеочистки. В Караганде появится благотворительный магазин. Заместители Акима Сарани уволили за хамство. Гульмиру Бедельбаеву привлекли к столь строгой мере наказания за грубые отношения с подчиненными и нецензурную брань. Подробности в следующем сюжете. Жалобу на заместителя Акима Сарани в дисциплинарный совет написал директор местного стадиона Сункар. Об этом его попросили подчиненную Гульмиру Бедельбаевой. Опасаясь репрессий со стороны руководства, сами на этот шаг госслужащие не пошли. В документе указано, что во время совещания заместитель главы города Спутника позволила себе грубо и нецензурно выражаться в их адрес, как доказательство приложили и аудиозапись. «Были такие факты, что она их оскорбляла на совещаниях, обзывала, обматерила все. И как бы попросили меня, потому что я в тот момент еще не работал, меня уволили, как говорится, по несоответствии должности, но я через суд восстановился. Дали материалы мне, по электронной почте прислали мне аудиозаписи. И я спокойно пошел в дисциплинарный совет, предоставил это все. Они провели расследование». Директор стадиона рассказывает, что чиновница свою вину не признает и утверждает, что на аудиозаписи звучит не ее голос. Женщина даже обратилась с иском в суд. Однако дисциплинарный совет, факты, изложенные в жалобе, проверил, все подтвердилось. Гульмиру Бедельбаеву уволили. «Единогласно члены дисциплинарного совета принять рекомендацию об увольнении замахима Бедельбаева и Гульмира Сериковой занимаемых должностей за грубые нарушения норм служебной этики. Сегодня мы получили распоряжение Акима города Сарани. Этим распоряжением Аким города Сарани уволил Гульмиру Сериковой занимаемых должностей». Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Первый Карагандинский. Карагандинцы выбрали логотип к 80-летию города, которое шахтерская столица отметит в следующем году. Из 20 работ выбрали лучший символ Караганды. Конкурс был объявлен в июне этого года, завершился сравнительно недавно. Своё творчество на бумаге смог изобразить любой желающий. Отбирала работы комиссия во главе с главным архитектором Караганды Каната Мусаевы. В финал прошли три логотипа. С помощью интернет-голосования на сайте городского Акимата выбрали лучший, по мнению горожан, символ Караганды. 20 октября мы подвели итоги голосования. И официальным логотипом стал логотип Кочергина Евгения Вячеславовича, дизайнера, который набрал 64% голосов. Сегодня Аким области Болжан Абдишев принял участие в республиканском селекторном совещании, на котором рассматривались вопросы о приоритетных направлениях сферы образования и науки Казахстана. В 10 колледжах и 20 школах региона идет апробация модели непрерывного профессионального образования на основе ранней профилизации. В этих учебных заведениях повысился уровень информированности у учащихся о рабочих специальностях, что привело к увеличению числа поступивших на 22%. Реализация этой модели, считаем, что поможет учащимся обладать основами функциональной грамотности, что приведет к осознанному выбору профессии. Все они в профессии получают прекрасное образование. Другой вопрос – где они проходят правду, где они после завершения учебы будут трудоустроены. Вопрос этот очень важен. Карагандинская область – одно из первых приступила к внедрению дуального обучения. Оно ведется в 17 колледжах по 27 специальностям. Эффективность этой модели подтверждается тем, что трудоустройство выпускников колледжей, где ведется обучение по дуальной схеме, составляет в среднем 90%. Заключаются меморандумы с казахстанскими и зарубежными предприятиями. В перспективе создание ассоциации студентов промышленных колледжей Казахстана и России с целью интеграции технических учебных заведений. Качественно изменяется и педагогический состав. С прошлого года для педагогов школ действуют курсы нового формата по трехмесячной программе Кембриджского университета, которой прошли полторы тысячи карагандинских учителей. Из них 40% – сельских. Мы считаем, что реализация представленных сегодня концепции позволяет нам совместно лечить те задачи, которые ставит перед нами глава государства. Конечно, необходимо взаимопонимание со стороны государственных и местных исполнительных органов. Без их особого внимания модернизации системы образования не будет. Сергей Високосов, Марат Кулкенов, Первый, Карагандинский. Уже около восьми лет в Караганде не могут возвести медресе. Сегодня Ассоциация застройщиков Карагандинской области решила взять в свои руки этот долгострой и инициировала благотворительную акцию, направленную на завершение строительства. Двухэтажный корпус будущего медресе печально упирается в небо своими кирпичными стенами. Строителям и предпринимателям Караганды эта участь мусульманского учебного заведения очень не понравилась. Они решили, что надо завершить строительство всем миром. А для этого надо поднять людей. Кто чем может, тот тем и поможет. Главный имам области поддержал, но от работы с деньгами принципиально отказался. Вероятно, он прав. К медресе не должно пристать ни одно подозрение. Здесь изначально должна быть чистота. Сегодня мы на сайте Ассоциации застройщиков разместили информацию, доступную для всех, с которой может познакомиться любой предприниматель нашей области, получить там сведения о том, какие необходимы сегодня виды работ для завершения этого строительства. Идея захватила горожан. Причем на призыв завершить строительство в медресе откликнулись не только мусульмане. Сегодня для нас очень важно, в каком обществе, в каком государстве будут расти наши дети, кто будет их обучать, чему их будут обучать, как будет развиваться их духовно-нравственная личность. Здоровое общество – это когда у гражданина есть глубокое содержание, когда все его дела направлены на позитивное преобразование жизни. Мы сами изъявили желание восстановить медресе, потому что такое медресе в Карагандинской области до сих пор не построено. Раз хорошее дело начал наш земляк Караганды, мы теперь собрались довести до конца это доброе дело. Благотворительная акция по завершению строительства медресе в Караганде в самом разгаре. Не опоздай, а оставь память о себе в душе потомков. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На Арселор Миталтимиртау запустили новую систему пылеочистки. Этот проект предназначен для того, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе Миталургов. Подробности в следующем сюжете. С торжественной церемонии открытия начался запуск новой системы пылеочистки на металлургическом заводе в Тимиртау. Сюда специально приехал генеральный директор предприятий Арселор Митал в Казахстане Ивиджай Махадиван и глава города Миталургов Нуркен Султанов. Проект был создан совместно со специалистами из Италии, России, Казахстана и Германии. Это серия проектов в ближайшие месяцы будет запускаться и цех обжига известия это первый из них. Порядка 500 тонн в год мы будем собирать теперь мелочи от известия и она будет возвращаться в производство. Новый фильтр позволит сократить вредные выбросы в атмосферу. Можно даже увидеть, как после запуска оборудования тёмный дым становится невидимым. Очень приятно находиться с вами здесь, потому что мы открываем экологический проект. В первую очередь, я думаю, этот проект нужен нашему городу, а потом уже и, конечно же, комбинату. Очень отрадно, что серия таких проектов происходит на комбинате. Согласно планам, срок службы нового пылеочистного оборудования – 25 лет. Его стоимость – 10 миллионов долларов. Это не единственный экологический проект, который планируют внедрить на Арселор Митал Тимиртау. Близится к завершению строительства рукавных фильтров на аглопроизводстве, а также вторичной системы газочистки конвертного цеха. Николай Кровец, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Привемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. По многочисленным просьбам жителей города, ярмарка «Сладкие дни» в Караганде продлевается до 3 ноября. Мед Юга России, Киргизии, Башкирии, Алтая, натуральные конфитюры, восточные сладости, консультации, дегустации, постоянным клиентам скидки. Ждем вас в торговом доме «Плаза». Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке, в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Авдирова, 9. Телефон 9090-09. В Караганде появится благотворительный магазин. Сегодня в нем идут ремонтные работы. Необходимые строительные материалы, кисти и краски на безвозмездной основе предоставили неравнодушные карагандинцы. Подробности в репортаже Николая Кравца. Наше помещение, оно очень удобное в том плане, что здесь вот есть небольшой коридорчик. Здесь у нас будут витрины с продукцией хэдмейд-мастеров, с оригинальными штучками. Волонтер центра команды Мируэр Таргембаева показывает помещение, где будет расположен благотворительный магазин. Все необходимые строительные материалы предоставили спонсоры и сами горожане. Идея возникла в начале этого года, а квадратные метры получились сравнительно недавно. Поддержал один бизнесмен. А вот городской Акимат, куда обращались за помощью волонтеры, до сих пор молчит. Я писала заявление в Акимат с просьбой выделить какое-то помещение под этот магазин. Но как бы ответа до сих пор нет, поэтому мы уже решили своими силами открываться, поскольку ресурсы у нас все есть. Благотворительные магазины существуют по всему миру. Они призваны помочь нуждающимся. Здесь будут продавать одежду, кухонную утварь по доступным ценам. А инвалиды смогут реализовывать изделия ручной работы, тем самым заработать на жизнь. Честно, я в благотворительности уже очень много лет, и цель одна – помочь людям почувствовать, что надежда есть. То есть это очень важно. Каждый, кто когда-либо был в тяжелой жизненной ситуации, кто столкнулся с настоящим горем, это самое главное, наверное, в этот момент встретить людей, готовых тебе помочь. Николай Кровец, Габиден Куружбеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Более 700 детей только в Караганде находятся под опекой и попечительством. Сегодня по всему Казахстану отмечается День опекуна – День людей с открытым сердцем и щедрой душой. Городским отделом образования был организован праздник, посвященный этим людям. Опекунство – занятие древнее и почетное. Оно присуще людям неравнодушным, которые всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто попал в беду. Сегодня государство выплачивает пособия опекунам на содержание ребенка-сироты. Но денежным эквивалентом нельзя оценить труд опекуна, его любовь к детям, его стремление дать одинокому созданию семейное тепло и уют. Всех опекунов собрать вместе не удалось. Их в городе более 600, да еще 10 патронажных воспитателей. Поэтому пригласили на торжество тех, кто воспитывает двух и более сирот. В основном под опекой находятся те дети, которые родственники, дети-клевородственники. Например, родители умерли, и дядя или тетя берет у вас опеку. В основном родственники. Бывают, что и соседи, и друзья, родители, которые не хотят этих детей оставлять в улице. Стать опекуном не так просто, как может показаться с первого взгляда. Комиссия проверяет человека, как для полета в космос. Здоровье, работа, бытовые условия – все принимается во внимание. Семья Казанцевых взяла под опеку брата и сестру Светланы. Теперь их шестеро. В семье опекунов нет и не может быть разделения на своих и чужих. А благодарностью за их труд становятся выросшие дети, их уважение и признательность. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Папа, мама, я – спортивная семья. Под таким названием прошла спартакиада в 10-й школе. За звание лучшей семьи боролись 4 команды. О том, кто стал победителем в семейном марафоне, расскажет Алина Акбаева. В каждой команде по 3 человека – папа, мама и ребенок. Здесь соревновались на ловкость, скорость, быстроту и проявление творческих способностей. Самый зрелищный момент состязания – эстафета. В ней все зависело от каждого члена семьи. Родителям, приглашенным на мероприятие, очень понравилась идея провести выходной день вместе со своими детьми. Семья Базарбековых считает, что такие игры не только сплочают, но и способствуют взаимопониманию между школой и семьей. Я работаю в сфере правоохранительных органов, и субботний день был отдыхом для меня. Мы с большим удовольствием участвовали в конкурсах как дети, и это дало огромную радость. Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является семья. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей дает возможность развития всесторонне развитой и успешной личности, говорят специалисты. Этот проект мы решили апробировать в начальных классах. Это педагогика сотрудничества, в первую очередь с родителями. Ученик, учитель, родитель. И от того, как, в какой связке они состоят, зависит многое в этой школе и весь воспитательный процесс в целом. Победителей проигравших здесь не оказалось. Все семьи получили почетные грамоты и призы. В результате титул самой образцовой семьи завоевала команда Кулагер. Борис получила статус находчивой Читы, а вот команда Батирек стала воспитана семьей. Звание талантливой получила команда Сункар. Алина Акбаева, Жасулана Мандыков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. В минувшие выходные карагандинцам презентовали новые форматы дизайн журнала «Эффект». Фуршет, креативный оккульт программы и многочисленные сюрпризы от нового глянцевого издания. Амина Смакова с подробностями. Журнал «Эффект» всего лишь год. Издается он раз в месяц тиражом около пяти тысяч. За этот период он смог приобрести немалую популярность среди горожан. Открывая его, читатели могут найти интересную информацию из жизни города, узнать о модных тенденциях, о том, как и где провести досуг в Караганде. А творческая команда поможет создать качественную рекламу любому бизнес-проекту. Сегодня у «Эффекта» новый дизайн и новый формат. Словом, есть чем гордиться к своему первому дню рождения. Мы очень долго шли к новому дизайну, к новому формату. Мы созрели к нему на 10-й юбилейный выпуск, который мы выпустили. Сегодня мы празднуем год компании, то есть год, как существует наша компания. Плюс новый формат журнала. Именины отметили с размахом. Среди гостей известные личности Караганды, друзья и постоянные читатели журнала. В этот день каждый мог почувствовать себя звездой. Фуршет, хорошая музыка, необычные конкурсы, показ модной одежды и фотосессия. Лаунж-барри Суитли. Специально для вас проект «Один в один»! Журнал представил не только свой обновленный дизайн, но и новый проект, который называется «Дисконтный клуб «Эффект». Одна карточка, и держатель карточки будет иметь возможность получить скидку во многих заведениях, возможно, во всех будущем, через полгодик-годик. И в чем плюсы для держателя этой карты? В том, что одна карточка, и он ее пользуется активно во всех заведениях, притом разнопланово. То есть это и кафе, это и рестораны, это и сауны, это и доставка пиццы, суши и так далее. К такому подарку от журнала гости вечера отнеслись с большим энтузиазмом. Ну, конечно, здорово для постоянных клиентов, которые, я вот, допустим, рекламой, можно сказать, не пользуюсь, мне нечего рекламировать, да, я могу быть лицом рекламной компании. Но, конечно, вот остальным людям, которые вот бизнесмены, бизнес-леди, бизнес-вумены, которые присутствуют, они, конечно, с успехом будут пользоваться этой карточкой. Она дает огромную, огромную скидку. Дискордная карта, на самом деле, такого еще нет в Караганде. И я вот именно вот этот вот продукт вижу впервые. На самом деле, когда тебе дарят, я знаю, что с этой дискордной картой можно прийти в любой магазин, там будут скидки. На самом деле, удобно, приятно. Я думаю, что это новое, это стильно. Дискордная система – это что-то новое, я считаю, для нашего города, да и вообще в целом для страны. Дискордные карты получили все гости мероприятия. Карточка действует в течение полугода с момента получения. Стоит ли гадать, что после такой презентации «Эффект» приобретет еще большую популярность среди горожан. Журнал «Эффект» – это новое дыхание современного города. Амина Смакова, Габиден Курышпеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. А теперь к новостям спорта. Чемпионат Республики Тулпар начал с побед над Акжаиком. Карагандинский мини-футбольный клуб разгромил новичка турнира «Уральский Акжаик» со счетом 17-0. Вторая игра с этим же оппонентом закончилась также победой Тулпара 7-1. При этом в заявке на второй матч, прошедший 28 октября, не оказалось сразу нескольких игроков основы – Жеронима, Дугласа и Алекса. Главный тренер карагандинской команды Миржан Муканов дал шанс проявить себя молодым воспитанникам. Первый тайм прошел под натиском Тулпара и завершился со счетом 4-1 в пользу хозяев. Во второй 20-ти минутке забили еще три мяча и отпраздновали успех с общим счетом 7-1. После этой победы карагандинцы набирают 6 очков и стартуют в чемпионате страны. «Мы дали большую часть возможность поиграть сегодня нашей молодежи, ребятам, которым 17-18-19 лет, чтобы они окунулись вот в этот ритм игры в чемпионате Казахстана. Ну, в общем-то, они старались, проявили себя в какой-то степени. Конечно, тех задач, которые мы поставили на установке перед игрой, не все получилось. Не все получилось, надо еще очень много работать, шлифовать. У нас еще достаточно времени, в этом году увидим сбалансированную игру в команде Тулпара». «Первые два тура для нас очень важно сыграть с сыгранной командой, чтобы еще более сыгранными стали мы, проверить наши кинг-комбинации, стандартные положения. Стать чемпионами – наша цель». Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Аман, сау болзай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok